Приветствую вас, друзья! Ну и сегодня я вспомню нечто довольно старое. Нечто, что мне сильно полюбилось. Вы на канале AnimetaProjects, меня зовут Владимир Гросс, и это ностальгия. Да, давным-давно не было ностальгии, и вот я, наконец, возвращаюсь к этому прекрасному формату, которое я очень сильно люблю. Ну а вспоминать мы сегодня будем Контру. Ну не все, а только то, что вписывается в рамки восьмибитки. Дело в том, что Контра — серия довольно большая и насчитывает немало игр. Ну, почти 20, вроде, если мне память не изменяет. Но я лично знаком близко лишь с теми, что выходили для приставки от Nintendo и еще с Contra Cores с Sega. Но сегодня именно о D&D-овских. Ну, или как там правильно сказать? Короче, вы поняли. Итак, там выходило три части серии, одна из которых, правда, с трудом может быть причислена к Контре как таковой. Для меня Контра — это все-таки драйвовый шмап, где ты тупо летишь и выстреливаешь вообще всех подряд. А вот вышедшая последняя на консоли Contra Force. Хоть и выглядит хорошо, но играется и ощущается совершенно иначе. Не похоже на классические, так скажем, виды контры. Геймплей сильно медленный и больше подходит, ну, знаете, к определению не экшен-шмап, а что-то такое типа тактического шута мапа, что-то такое платформер даже в большей степени, насколько это вообще возможно представить в тех реалиях. Сейчас-то мы, конечно, уже знаем, что эта часть была, так сказать, вообще не про Контру и обозвана ради банального маркетинга. Изначально Force вообще к серии Контра отношений и не имела. Вот, но с Contra Force у меня не связано особо ярких впечатлений и воспоминаний, потому что, ну, она такая себе, да и во многом, наверное, потому, что получил я ее где-то на закате жизни консоли у меня лично, и уже повидав и Хардкорпс с Сеги в том числе, и где и графоник покруче и драйв дикий. Ну, наверное, это еще и связано с тем, что Contra Force встречалась нечасто, и картриджи с ней обычно были такими жирными хик-многоигровками, что, в принципе, достать было довольно проблематично. А вот обычная и Super Contra встречались часто. На практически вообще всех многоигровках тех времен была Contra. Там еще и были кучи хаков, и прочие прелести. Вот о них и поговорим. Разумеется, первой мне попалась оригинальная Contra, и она была просто бомбическая. Поначалу я вообще не мог с ней справиться, она реально казалась невероятно сложной, мы постоянно путались в оружиях и вообще соображали туговато. Оно и неудивительно, годков тогда было сильно мало, но впоследствии, впоследствии настолько качественно владели скиллом игры, что даже на двоих, а это на самом деле гораздо сложнее, да, умудрялись проходить игру на одной жизни. Даже сейчас я, наверное, вполне неплохо смогу отыграть. На одну жизнь, наверное, не вытяну, но без условного Konami Code точно смогу обойтись. Кстати, именно в этой игре, как говорят, Konami Code и появился на свет. Но для меня это все так сильно поздняя история. Мои же воспоминания о Contra как об игре сугубо положительные и крутые. Вообще, казалось бы, простейший шмап, но он до сих пор играется неплохо и теплота от него исходит все так же жарко. Ну, особенно в области седалища. Мне вообще всегда нравилась графика в этой игре, безумно доставлял саундтрек, но что это вообще такое ваше Контра? Итак, вообще она была одной из первых игр на платформе, в которые мне удалось поиграть. Оттого ее геймдизайн стал отчасти ориентиром в будущем. Ну, а тут и есть про что рассказать, кстати. Количество уровней немаленькое. 8 штук, что весьма недурно, а сами уровни крайне разнообразны и интересны. Что немаловажно, немаловажно, так это то, что меняется перспектива, меняется направление от уровня к уровню. Эти боссы огромные страшные чудища, вообще просто лютый кайф. Мощные саундтреки, хорошие звуковые эффекты, просто хорошие графические эффекты. Одни из самых топовых на NES, в целом, но давайте слегка по порядку. А если начинать по порядку, то на первом уровне мы начинаем вполне стандартно. У нас классические такие классные джунгли, какие-то там горы, по которым мы идем слева направо, как в любом классическом платформере или там шутмапе. И ничего вроде бы удивительного нет. Обычные классные уровни, интересный босс база. Ну, пролетается на ура. Первые пушки, первые враги. Ну, а когда впервые начали взрываться мосты, это вообще прикол. Не ожидаешь, да? И ты падаешь в воду, в которой можно не только плыть, но и укрываться от выстрелов. Ну, шаблончик немножко подрывается. Второй же уровень просто переворачивает восприятие. Реально. Шутер в комнатах словно от третьего лица из-за спины. Новые механики прям так, сходу во втором уровне. Ну, очень круто. Потому что немаловажно эти две локации еще и связаны между собой логически, как и уровни дальше. Новый формат ведения боя. Ну, реально очень интересный. Необходимо сложиться, прыгать, чтобы в тебя не попали вражеские снаряды. Короче, кайф. И какой-то странный босс база. И вообще ты начинаешь привыкать к тому, что все боссы — это база. И это твоя большая ошибка. Третий уровень. Мало того, что будет сниться в кошмарах вообще всех тех людей, кто играл вдвоем из-за постоянных просто нелепых смертей при рассинхроне действий игроков. Там просто постоянно дохли. Ну, ты типа прыгаешь, тот не успевает. Или наоборот. Короче, просто дичь. Он еще весьма снова меняет геймплей. Теперь мы должны прыгать на гору снизу вверх, уклоняясь от вражеских выстрелов, гигантских камней и всякого прочего говна, что пытается нам противостоять. Ну, когда мы забираемся на самый-самый верх, нас ждет реально жуткий монстр-босс. Блин, просто реально. Эти вот руки-палицы, которые тянутся тебе изо всех сил. Просто вот эта жуткая скелетная рожа и ребра, все это реально производило какое-то дикое впечатление на тогда еще мелких нас. Короче, реальная жесть. А потом ты еще и в разорвавшуюся грудную клетку монстр прыгаешь, словно в пещеру под взрывы и эпическую музыку конца уровня. Да, но там снова аналогичный второму уровень, только с еще большими трудностями. Ну, такая. Как бы вроде бы уже привыкшая к этому всему, но довольно сложная. Он как бы не такой особенный сам этот уровень, да. Да и босс там снова какая-то база. Просто чуть реально посложнее и поинтереснее, чем был второй. А вот пятый, зимний уровень на вершине горы, в который мы взбираемся с самого начала игры, прям крутой, красивый, белый, но очень сложный. И сказать честно, пока мы были детьми, пройти его нам не удавалось. Долгое время без волшебных хаков, там на 30 жизней и бесконечные канты или на сразу респаун с крутыми пушками. Короче, он был реально сложный, особенно там в моментах с мини-боссами. И про то, что там дальше, за этим снежным массивом, мы не знали еще очень и очень долго, да. Но потом прошли. Прошли, а там завод, какой-то дикий завод, страшный, скуча шипов, телеги, полчища врагов. В принципе, такой обычный уровень в духе того времени и мода на ту самую фантастику. Завод же растянут на целых два уровня. Босс там, не сказать, что примечательный. Но вот дальше. Восьмой уровень, последний. И это какой-то адский уровень в каких-то там кишках чужого или что это вообще такое. У нас еще был хак, версия с Фомикома. Где вот это все движется. Там есть анимации. Короче, какие-то жуки. Какие-то жуткие рты. Всякие ублюдки инопланетные. Все это ползет. Еще и так выглядит реально жутко. Короче, нас тогда, ну по-настоящему, страшило это адское логово пришельцев. Я что там вообще за чудовищный босс? Это же вообще какая-то дичь была. Какое-то суперогромное сердце. Ну имбовая же тема. Вообще, особенно когда ты пиздюк. А это мы еще там умалчиваем сюжет, который в духе хороших фундаментических боевиков той эпохи. Да и сами герои похожи на Шварца и Сталлона. Ну камон. После такого многие игры казались реально очень неприглядными. Ладно, первая контра. Так есть же еще и вторая. Вторая контра называлась Суперконтра. Ну, как мы думали. Ну, так вроде она и называлась. Это вторая часть серии на NES. И она стала еще потряснее во многих моментах. Ну, появились они у нас обе плюс-минус в одно время. Поэтому воспоминания о них скорее общие, нежели какие-то разделенные. Да, то есть в Суперконтре было все то же самое, что и в первой, но еще сочнее, вкуснее. Ну, по крайней мере, более крупные там выстрелы, проджектайлы там всяких пушек. Это было прикольно. Там и был еще новый уровень. Тип уровней там новый был. Да, стоп-даун перспективы. Нас тогда вообще возбуждал люто. Серьезно. Ну, давайте пробежимся по уровням. Драйвовый и линейный, но не такой уж простой первый уровень, и на ранних этапах знакомство с игрой реально поджигал нам. А Пердакей, причем весьма, и даже его один было пройти, ну, не так-то просто. Я бы даже сказал, сложновато. Там был и мини-босс-танк, и босс-вертолет, который на пафосе откуда-то там залетал со стороны и давал реально просраться мелким нам. И довольно-таки смачно, я бы сказал, с подливкой. Ну, вообще, босс-вертолет — это тупо лютая база. Нету босса-вертолета, и игра уже, считай, не удалась. Это как раз с тех времен и повелось. Но! Следом шел второй уровень, который вновь переворачивал сознание детей. Реально, он был с видом сверху, игрался совершенно иначе. Там менялась динамика, менялась восприятие, и это было просто круто. Ну, прям реально круто. Как и в первой игре, сменилось всё. Ну, если мы помним, да, первый и второй уровень, там поменялось вообще всё. Но теперь это было что-то совершенно другое, нежели раньше. Ну, а супертанк на боссе, ну, вообще сок. Когда ты мелкий, в принципе, любой огромный боевой транспорт кажется чем-то нереально крутым и производит серьёзное впечатление. Так и этот адский танк, где сидит чел. Он стреляет с разных пушек. Ну, короче, имба. Ну, и дальше уже по классике. Там ничего интересного. Линейный уровень номер три в джунглях, в которых там с деревьях, да, прыгают враги, что-то там тебя стреляют. Снова можно прятаться от врагов в водоёмах и с огромной мега-базой боссом в конце. Ну, короче, обычный уровень. Ну, и дальше. Типичный уровень на заводе. Достаточно сложный. Ещё и с лифтом, но босс там... Ой, ну босс там просто какое-то посмешище. Походу, это какой-то радиоактивный или лазерный душ для техники. Я, короче, хз. Тупо лейка. Лейка, которая катается слева направо, и всё. Ну, тупо кринж, короче. Очень лёгкий босс. Наверное, самый лёгкий вообще в серии, которую я помню. Ну, разве что, если мы первого босса из первого уровня можем сказать, что это типа босс, потому что босс-вертолёт на самом деле не босс. После него у тебя есть возможность застрелить самого босса, а это просто стена. Типа, ну, если взять стену, как самого лоховского босса, то, конечно, да. А так, короче, эта лейка, это прям кринж. Ну, и дальше нам представит уже привычное взбирание в гору. Да, пятый уровень очень похож на третий из прошлой игры, но чуть более сложный, на мой вкус. Хотя вдвоём он, кстати, проходился намного легче. Там гораздо проще было не упасть, ну, не убить случайно своего коллегу. Ну, и да, он был легче, чем третий уровень из первой игры, но если только в режиме на двоих атак, он, мне кажется, чуть посложнее был, там, более такой динамичный. И там ничего примечательного, наверное, нет, разве что босс не вертолёт, а какой-то космолёт, что ли, который скидывает какие-то там мацкие черепа. Короче, такой странный, слегка жуткий босс на тему костей. Но, в целом, норм, конечно, типа, сомнительно, но окей. Не впечатлял, короче, нас тот босс. Тем не менее, он был такой, как-то не то, не сё. Ну, был и был. И вот шестой уровень, по-моему, наверное, самый крутой уровень в игре. Он прям реально криповый. Нам снова дают перспективу сверху, но на сей раз кругом какое-то странное костяное месиво. Жуткие твари со всех сторон пытаются нас задушить. Какие-то пауки, хер поймёшь, какие-то жуткие ублюдки. Ну, короче, реально жуткая срань. А босс на этом уровне, да просто имбища. Это какая-то то ли черепаха, то ли обезьяна, то ли рак, то ли, сами знаете, что. Всё это костяное с жуткой рожей. Там ещё и не одна рожа. Какие-то там страшные щупальца или не щупальца. Ну, короче, реально прям кайфный босс и очень жуткий. Когда мы были мелкими, этот уровень казался прям, ну, реально таким прям страшным. Ну, не то, чтобы там прям за сердце схвататься можно было, да. Но, тем не менее, довольно такой прям, ну, напрягающий уровень был. Плюс он помедленнее. Перспектива другая. Всё это на тебя бежит. Ну, короче, очень круто. Очень крутой уровень. На мой вкус, наверное, самый любимый из вот суперконтра. Да и вообще из первых двух контр, наверное. Ну, и дальше уже так, скучновато. Очередные базы пришельцев. По сути, седьмой и восьмой уровень нечто такое смещённое, ну, вытекающее друг из друга. И ничего выдающего из себя не представляют по большому счёту. Босс на седьмой вообще похож на босса из третьего уровня. Из первой контр, только не такой эффектный, не такой крутой. Ну, типа тоже здоровый скелет, тоже с ребрами, тоже в него надо пролезть. Но не такой крутой и криповый, как был в третьем уровне первой игры. Он всё ещё красивый, да, да и сам уровень какой-то такой, знаете, странный. Но ничего прикольного, там был момент, короче, новый, где нужно прям, ну, спускаться сверху вниз. И при этом прорубая себе пучи, какие-то пузыри, нужно было простреливаться. Ну, это прикольно, прям, рил прикольно. Ну, и восьмой уровень уже такой классический, знакомый, такой кишкообразный какой-то мотив. Ну, как и в первой части, и это логово пришельцев. Ну, а шо, враг всё тот же, да, пришельцы. Ну, у них в логове уровни очень похожи. Ну, босс, кстати, довольно прикольный. Какая-то такая крикозябра, с лицом женщины. Ну, короче, годно, но не так эпично, как сердце. Вот это жуткое, ублюдское, бьющееся сердце из первой части. Ух. Но здесь уже и мы повзрослее так были, когда начали доходить до этого. Потому что суперконтра, на мой вкус, казалась гораздо более сложной, чем первая. А в любом случае, мы не особо разделяли эти две игры и воспринимали их, скорее, как одну. Ведь в конце первой части мы, типа, на вертолёте улетаем с острова, а в начале второй на вертолёте прилетаем на какую-то заброшенную базу. Словно мы прям с одного уровня летели на другой. Хотя по сюжету это совсем не так. Но сюжет это, пожалуй, отдельная история, с которой я ознакомился сильно-сильно позже. А сегодняшний рассказ про те старые добрые времена детства. И это были реально потрясные времена. Контра и Суперконтра задали планку, которую уже было трудно преодолеть играм, попавшимся нам дальше. Хоть нам и повезло, ну, в кавычках или не в кавычках, тут как пойдёт, к нам приехали сильно запоздавшие, но всё же топовые игры консоли. Весь мир уже давно смотрел в сторону 16-бит, а мы только-только осваивали шедевры с 8-битной эпохи. И это было здорово. Контра же выглядело хорошо, звучало потрясно и просто обалденно игралось. Да и сейчас, несмотря на свой возраст, как шмап воспринимается весьма-весьма недурно. Именно из-за таких игр все те, кто играл в те времена, с такой теплотой вспоминают Дэйди, Нэс, Фомикон, Воспитку, Сюбр, как ни назови, не суть важна. А у меня ещё есть что рассказать про те времена, но это уже совсем-совсем другая история. На этом я буду заканчивать свои воспоминания о Контре, Супер Контре и о 8-битке на сегодня. Поэтому, если хотите по-больше таких историй, пишите в комменты, рассказывайте свои истории и знакомства с серией Контра, быть может вы начали сильно позже, например, на Сеге. Ну, а может быть и нет. Делитесь своими мыслями и пишите, хотите ли вы продолжение рубрики «Ностальгия». У меня на этом всё. Спасибо за внимание. С вами был я, Владимир Гросс, Немета Проджекс. И пока-пока. Скоро. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»